У английских моряков существует традиция. Если после кораблекрушения в живых остается только один человек, этого счастливчика независимо от его настоящего имени называют Хью Уильямс. И это неудивительно, если знать историю происхождения данного прозвища. Потому что если и бывают в жизни удивительные совпадения, то это одно из них. 5 декабря 1664 года возле побережья Уэльса затонул парусник Менней. В кораблекрушении выжил только один его пассажир, некий Хью Уильямс. В тот же день, но спустя ровно 121 год, в Ирландском море, близ острова Мен, из-за сильного урагана пошел к одну другой корабль – Кинг Джеймс. Из 60 пассажиров спасся лишь один человек. И звали его Хью Уильямс. В 1860 году в проливе Ла-Манш погибла крохотная шхуна. Из 25 пассажиров остался в живых только Хью Уильямс. То есть на протяжении трех столетий имя Хью Уильямс по странному стечению обстоятельств с десяток раз фигурировало в официальных отчетах Британского Адмиралтейства как имя единственного уцелевшего очевидца катастрофы на море. Так что традиция называть единственного спасенного человека этим именем после кораблекрушения не случайна. В списке пассажиров Титаника, кстати, тоже был Хью Уильямс, правда, он был Говард Хью Уильямс. Может быть, поэтому его и не было в списке выживших пассажиров. И хотя имя Хью Уильямс не такое уж и редкое для Англии, совпадение, согласитесь, достаточно странное. Не правда ли? Ну вот 20 августа 1857 года у берегов Австралии разбивается орифы парусник Дункан-Дунбар. Надо сказать, это была довольно нашумевшая катастрофа, ее через много лет даже называли австралийским Титаником. В живых там остался только один ирландский матрос Джеймс Джонсон, 23 лет от роду, 9 из которых он провел в открытом море. Так же, как и всех находившихся на палубе в момент удара судна о камне, Джонсона смыло волнами за борт, но он сумел ухватиться за обломок с тенги, вместе с которым его выбросило на выступ скалы. Джонсон был сильным человеком и отличным пловцом, поэтому, невзирая на сломанные ребра и потерю крови, он сумел таки подняться на уступ скалы, где его и заметили совершенно случайно уже на вторые сутки после кораблекрушения, спящим на верхнем уступе утеса. И, конечно, всех поразило не только его чудесное спасение, но и то, что Хью Уильямсом он стал уже в третий раз. Как подтвердили Адмиралтейство и газета «Лоидс Лист», до своего последнего третьего по счету счастливого спасения Джеймс Джонсон уже был единственным очевидцем гибели барка «Стоктон» и корабля «Кэтрин Си». Будучи на борту Дункан Дунбар лишь матросом, он не мог исчерпывающе объяснить причину катастрофы, но решил не испытывать свою судьбу и больше не выходить в открытое море, хотя и провел остаток жизни рядом с ним, став смотрителем маяка «Нобби Хэт». Джеймс всегда с большим трепетом относился к историям о различных мистических совпадениях, считая, что все они происходят далеко не случайно. И тем не менее, в 1866 году, несмотря на свой зарок, он отличился, приняв участие в спасении команды парохода «Куарра», который потерпел крушение как раз возле его маяка.